Незанятые у экономницы властники жилья в наступном годе будут оплочивать широк коммунальных послуг по экономично обгрунтованных тарифах. Зараз все платят по субсидированных. Как новый механизм будет денежать на практице и на какие послуги для беспрацовных повысить кошт, ведая Марина Джалая. Беспрацовные властники жилья с наступного года не смогут платить за некоторые коммунальные послуги по субсидированных тарифах. Коли жены не господары квартиры альбо дома, тарифы повышаться для них не будут. Але тут есть важное удокладнение. В выпадку, коли незанятый экономицей человек, проживая разом с беспрацовным властником жилья, то по стопроцентным коште будут платить ободвам. Со студенем будущего года по экономично обгрунтованных тарифах доведеться оплочивать подогрев воды с костричника, отепление и газ. С 1 января 2019 года, обращаю ваше внимание на то, что не все услуги будут оплачиваться гражданами, незанятыми в экономике, по 100% экономически обоснованным тарифам. Речь идет только о подогреве воды. То есть, предположим, если живет семья в двухкомнатной квартире, собственником является папа, муж, незанятые в экономике, семья потребила за месяц, предположим, 5 кубов горячей воды, то оплачивать будет по экономически обоснованным тарифам в отношении себя только папа, незанятый в экономике, повторяю, являющийся собственником. Разница, я вам хочу сказать, будет существенная. Тариф увеличен в 4,5 раза. А что касается отопления, то тарифы для людей, которые незаняты в экономике, также возрастет в 4,5 раза, да? Да, вы абсолютно правы, но это их коснется только с 1 октября 2019 года. С 1 января речь идет только о подогреве воды. С 1 октября 2019 года тарифы, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат, будут применены гражданам, незанятым в экономике, трудоспособного возраста, на отопление и на газ. По куже специалисты розных служб працуют над базами дадиных таких громадян. Удохладняют списы, выключают за их людей, которые предоставили документальное подтверждение своего процесса откования, альбо иншие свечения занятости. Во всех районах города, во всех администрациях работают комиссии по обработке списков, по составлению списков граждан трудоспособного возраста, незанятых в экономике. Это делается для того, чтобы никто, тот, кто не должен туда попасть, не попал. Комиссия ведет кропотливую работу, очень тщательно выверяются все эти списки. Списки должны быть сформированы к 1 февраля 2019 года. Это связано с тем, что с 1 января, то есть январские квитанции мы будем печатать в феврале, начислять плату за жилищно-коммунальные услуги, то январские квитанции уже должны включать в себя граждан, незанятых в экономике, с учетом тарифов, обеспечивающих полное возмещение экономически обоснованных затрат. Нагадаем, проверить не включили человеку базу даденых, незанятых в экономике насельництва, можно на один импортале электронных послуг. Спочатку треба отримать ключ электронного личбового подпису, альбол, логин и пароль, у службе одно окно по месту жихарства. Информацию можно так само отримать у постоянной дейючей комиссии по саденничьей незанятости насельництва по месту регистрации. Туди можно потелефоновать, накеровать письмовый звонок, у тимлику на адрес электронной пошты. Таким способом у приватности могут скористаться и граждане, которые проживают за мяжой. Марина Джала, Валерий Гапанько, Телерадо, компания Гомель.